Телеканал КРТ представляет Он должен думать о 30 миллионах, которые в нашей стране живут. Обычный человек, как мы с вами обычно, планирует день, неделю, год, максимум год. Сейчас жизнь такая нестабильная, что даже и год спланировать невозможно. Управленец, лидер национального масштаба, обязан, когда принимает важное державное решение, думать, как оно отзовется через десятилетку, а иногда и больше. Если мы возьмем, допустим, реформу образования, там всегда мыслят циклами. Цикл 12-летка, то есть вот ребенок пошел, а иногда даже и больше. Мыслят дошкольным образованием, как первой стадии, получения знаний и формирования из тебя специалиста. То есть садик, школа, а потом еще и университет, и после университета у некоторых даже интернатура. То есть, по сути, при проведении тоже обычной реформы образования, мыслить надо циклом в 20 лет. Вот мы что-то изменили здесь, через 20 лет мы получим вот это. То же самое касается любого управленца, который руководит большими сферами. Машиностроение, закладка каких-то результатов, которые даст завод, допустим, через 5 лет или через 10 лет. Любой бизнесмен вам расскажет, что перед тем, как что-то сделать, он обязательно просчитывает бизнес-план. В государстве управленцы национального масштаба тоже должны считать бизнес-планы. А у нас такое ощущение, что пришли вот эти клоуны на самокатах. И они относятся к стране, ну как к своей вот семье. То есть они ничего не планируют больше, чем на день, на месяц. Нет никакого масштабного, нет никакого перспективного видения, что, собственно, произойдет через полгода, если мы сделаем вот это. Произошло то, что произошло. Мы видим, чем закончилось позорно это правительство Гончарука. Люди, которые предупреждали, не были услышаны, да. Предупреждали Зеленского, кого ты ставишь, кого выбирает твое монобольшинство в кабинет министров. Детей на самокатах, детей без опыта, без видения, циничных хипстеров, которые просто ходят на порно-вечеринки. Ну вот мы в итоге через полгода получили полнейший развал по всем статьям. Везде. То есть если Порошенко целенаправленно обкрадывал, то эти целенаправленно добивали. Такая себе ликвид-комиссия. Дальше. Что я хочу сказать. Настоящих лидеров и управленцев на самом деле в любом обществе очень мало. Это вот те вот пресловутые золотые 5%, которые составляют весь актив общества. Пассионарные, мятущиеся личности. Личности, которые готовы к рискам, к вызовам, которые имеют масштабное мышление. Их же сейчас, по сути, через две технологии и через два избирательных цикла убили напрочь. Их отстранили от политической конкуренции. Первая технология называлась «Закон иллюстрации», которым запретили сотням и тысячам компетентных людей в разных сферах и отраслях жизнедеятельности нашей страны. Их вообще исключили из управленческой жизни. На 10 лет. Знали, что это люди, которые составят вот этим шариковым и швондерам достойную конкуренцию. Они всегда будут лучше смотреться. Они всегда сделают больше, чем те, кто пришел после госпереворота в 2014 году. А вторая технология, как вы догадываетесь, наверное, Дмитрий, называется «Новые лица». Новые лица. Давайте выберем новых. Давайте выберем тех, кто никогда не был во власти. Ну, выбрали. Почему-то никто не ходит на операцию к врачу, который никогда не делал операцию. Дивно. Правда? А здесь вот нам предложили новую технологию, мы ее все прохлотили, с удовольствием побежали и реализовали этот чудовищный план по исключению второй раз из активной управленческой и политической жизни людей, которые хоть каким-то опытом дообладали. Новых мы выбрали. Мы посмотрели, как эти новые ничего не могут сделать. А вот с вашей точки зрения, какие вот выяснения должны сделать политики и украинское общество в этой ситуации с коронавирусом? Политики у нас никакие уже выводы не будут делать, они спасают собственную попу. Нам, нам, избирателям, нужно делать выводы. У нас же получается как? Когда начинаешь разговаривать с избирателями, говорить, скажите, сколько вы времени тратите, ну, например, если мужчина обладает автотранспортом, сколько времени вы тратите на поиск запчастей к своему автомобилю. Говорят, много. Ну, кто-то там день, два, три, пять. У женщин спрашиваю, а когда платье или новые туфельки выбираете, как долго присматриваетесь? Неделями могут ходить. Так почему же, когда мы ходим на избирательные участки, нам хватает пяти минут, чтобы определиться с выбором? И вы же, заметьте, поведение у нас какое. Большая часть людей даже не подходят к стендам, где выставлены биографии кандидатов, где есть политические программы. Никому это не надо. Выбирают сердцем, а не головой. Поэтому взрослеть надо нам, умнеть надо нам, и нам нужно думать, кого мы, собственно, выбираем. В 2014 году кто Порошенко выбрал со своей сворой? Мы. Кто в 2019 году выбрал Зеленского и слугу народу? Мы. Так где искать причину и корень зла? В самих себе. Поэтому нужно взрослеть как гражданину, нужно взрослеть как народу, как нации, и нужно принимать верные решения. Спасибо.